Добрый день, дорогие мои друзья! В прошлый раз мы с вами поговорили о пройме. Время как-то очень быстро закончилось, и я не успела корректно завершить, так сказать, свой рассказ. Поэтому сейчас немножко коснусь этой истории. И мы с вами продолжим дальше, поговорим сегодня дальше. Еще о таких каких-то тонких, интересных таких моментах, которые влияют на качество нашей выкройки, но которые должны привлечь к себе ваше особое внимание. Итак, пройма. Как уже в прошлый раз мы говорили, очень важно для того, чтобы она попала в нужное ей место, снять мерку ширина груди 2, которая проходит через выступающие точки грудных желез. И начинается она от точки пересечения вертикальной линии, которая опущена из верхнего уголочка подмышечной впадины, идет строго вертикально вниз, и от там, где она пересекается, вот эта вертикальная линия, с линией, по которой мы выполняем наши измерения, это сосочки, естественно, конечно, наши, да, точка С, точка С, соответственно, да, и по выступающим точкам грудных желез мы выполняем это измерение. Конечно, делим его пополам, как я уже говорила. И от того, насколько правильно вы это сделаете, будет зависеть результат вашей выкройки. Повторяю, что в едином методе конструирования одежды и в других системах эта мерочка расчетная, я предпочитаю ее всегда снимать, поэтому мое измерение, моя выкройка становится более качественной, более точной и более естественной для нашей фигурки, потому что грудь может быть невероятно большая. Если вы хоть немножко сделаете меньше мерку, вот эту, допустим, снимете как-то некорректно, да, то у вас пройма будет вынута вот в этом месте довольно значительно, и часть грудной железы в нее будет видна. Вы понимаете, что это некрасиво для изделия без рукавов, и это совершенно недопустимо, если у вас есть рукав, потому что тогда рукавчик будет натягиваться уже вот на это, вот неправильное место, если вы ее не домерили, да, и, конечно, будет искажение посадки вашего изделия. То есть всегда корректно, когда линия проймы проходит через вот эту точку, через верхний уголочек подмышечной впадины. Вот это надо запомнить. И также очень плохо бывает обратная ситуация, когда вы, измеряя мерочку ШГ2, вы ее заталкиваете, вот этот вот уголочек, вот это начало этой мерочки, далеко под мышку. То есть тогда вы уменьшаете себе пройму, так как она у нас получается как остаток, это ширина спины, это ШГ2, и чем больше вы отложите ШГ2, вот сюда уйдете, у вас пройма получится щелевидная, узенькая, маленькая, рукав туда не войдет. Понимаете? То есть это тоже очень важно. Очень важно правильно найти вот эту точку. На спинке, как на спинке она находится? На спинке там легче и проще. Это видно и во всех вот этих вот иллюстрациях в книге, которые я вам даю. Ну, например, вот здесь вот, да, вот на этой вот выкрою, вот на этой картиночке показано. То есть между верхними уголочками подмышечных впадин и по большому счету, если у вас изделие с рукавом, ваша пройма должна выглядеть вот так. И она обязательно должна проходить через верхние уголочки подмышечных впадин. Для того, чтобы здесь бывают у больших фигурочек, у полных жировички уже всякие, эти жировики тоже надо обойти. То есть их надо захватить в ширину спинки, учесть, для того, чтобы рукавчик у нас оказался на своем месте. Вот. И тогда ваша пройма действительно окажется в том месте, в каком она должна быть именно на вашей фигурке. Потому что сколько фигур, столько и места вот для этой проймы. И от того, в каком месте, или она сдвинулась у вас на спинку, дальше к спинке вот сюда ушла, да, или она сдвинулась у вас наоборот на сутулой фигурке, ближе к полочке, там и будет у вас выполняться боковой шов. Следите всегда за тем, чтобы вот, когда вы оформляете боковой шов, чтобы ширина передней половинки хотя бы была равна ширине задней половинки. Чтобы не было такого, что спинка оказалась шире, чем полочка. То есть положение бокового шва вот в этом месте, это тоже не есть хорошо. Нарушается определенная, мне кажется, равновесие. Становится боковой шов спереди видно. Это тоже не здорово. Поэтому надо постараться и мерочки снять правильно. Если вы посмотрите, я вам говорю, что вот за этой точкой надо следить аккуратненько. Если ее не хватает, надо самим искусственно добавлять. Ну, отсылаю вас туда. И не буду сейчас повторяться, чтобы не занимать ваше время зря. А лучше я сейчас расскажу вот еще об одной важной вещи. Остановлюсь, не буду торопиться. Что вы должны, мои хорошие, понять? Когда вы создаете свое изделие, вы должны лепить контуры своей фигуры гармонично. А гармонично это как? Вот плечевые конечные точки плеча. Вот линия груди. Это плечевой пояс. Это линия груди. Это линия талии. Это линия бедер. Вот примерно 3-4 таких вот опорных у нас горизонтали. Если мы так вот условно их из себе изобразим, они будут где-то вот так вот примерно выглядеть. Вот так. И вот так вот. Если вы обратили внимание, то они по пропорциям примерно все одинаковые друг к другу. Когда грудь большая и низкая, она становится низкой. И линия груди оказывается вот здесь. Понимаете? Тогда у вас становится очень маленьким вот это расстояние от самого широкого участка по груди до линии талии. Никакие поясочки, никакие драпировки в этом месте, никакие акценты, ничего здесь делать нельзя, потому что это будет прикрыто грудью, будет смотреться некрасиво. Также очень тяжело делать запах в таких вот изделиях, да, платье на запахе. Потому что тоже вот эта вот низкая очень грудь и потом малюсенькое расстояние до талии у таких фигурок тоже бывает весьма проблематично. То есть другая история, когда грудь небольшая, она, соответственно, получается достаточно высокой, да, и у вас появляется расстояние от груди, от широкой части груди до линии талии. И тогда уже на этом месте, пожалуйста, вы можете делать всевозможные драпировки какие-то. То есть вот этот участок, он будет открыт у вас для творчества при условии, при создании какой-то модели, при разработке какого-то интересного платья, фасона, формы, да, при условии, если, конечно, у вас нет вот здесь выступа живота. Вы знаете, что если есть животик у фигурки, то никакие драпировки и никакие украшающие элементы в этой области вам не нужны. Потому что спереди это еще будет смотреться ничего, сбоку будет казаться человек вечно беременный. Поэтому это вас не обрадует. Берегитесь и не используйте такие вот опасные моменты в том случае, если фигурка этого не позволяет. Ну, и для того, чтобы вот такие вот, посмотрите, четкие пропорции были выдержаны, это пропорции по высоте. А еще пропорции по ширине. Если мы разделим вот так фигурку пополам, да, и будем оценивать, посмотрите, это ширина плечей, ширина груди немножко уже. Я вам нарисовала стандартную фигурку. Ширина талии еще уже. А ширина бедер примерно равна ширине груди. Вот так я рисую технические эскизы. Это описано почти в каждой моей книге. Тоже этот фрагмент описан. Научитесь рисовать технические эскизы грамотно, пропорционально выверенные правильно. Тогда они помогут вам не то, что как бы сшить, то есть как-то даже скорректировать ваши собственные мерочки, вашу собственную форму, чтобы немножко-немножко приблизить их вот к этим вот пропорциям, которые мы здесь изображаем. И одним из важных шагов на этом пути будет правильный выбор вот этой вот конечной точки плеча. Спереди она у нас называется на выкройке P1, а сзади она у нас называется на выкройке P2. Как она получается? Она пересечением двух мерок получается. Точку C нашли. Вот это расстояние у нас, вы знаете, расстояние между центрами груди, которое мы измеряем. Вот здесь 9 сантиметров, допустим, да? Это мерочка у нас высота груди. Вот это мерочка высота груди. Это раствор выточки. Это ширина плеча. Обычно 13 сантиметров вы отложили, дугу нарисовали. И из центра груди в эту сторону вторая мерочка ширина груди, высота плеча, косая переда. Получилась точка P1. На спинке тоже ширина плеча. Раствор вот этой выточки не забудьте прибавить. Плюс технологическую посадку. И откладываете вот эту мерочку, которая называется высота плеча косая. ВПК со стороны спинки идет. Так вы получили P1, P2. Вот они у нас. P1, P2, P1, P2. И вы знаете, что у многих вызывает затруднение определить вот эту самую мерочку, ширину плеча и правильно выбрать вот эту точку перехода. То есть эта точка у основания шеи, а это основание бывает вот таким пологим. Как его найти? Очень просто. Мы часто носим цепочки. Поэтому у вас лежит цепочка. Вы вот так вот аккуратненько ее немножечко подтяните за эту точку. И она у вас как раз постарается попасть вот в эту самую точку перехода от шейки к вашему плечу. Плечевому скату, как говорят по ГОСТам, да? К вашему плечу. А вот эта точка, я называю ее конечной точкой плеча. Отсюда начинается рукавчик. Дальше идет место для нашего рукавчика. Какой-то там у нас будет короткий, длинный там, какой угодно, не важно. Важно, чтобы отсюда начинался наш рукавчик. Если вы вот эту точку выберите вот здесь, то есть спуститесь больше, чем вам надо, да, пройма получится вот такая. И это уже будет не вточной рукав. Это характерно, вот такая линия проймы, она характерна для рукава рубашечного, что тоже имеет право жить, и сегодня очень сильно распространено. Просто вы четко должны сами себе отдавать отчет, что вы хотите. Сказать, что вот этот рубашечный рукав как-то расширяет вас, я тоже не могу. Это ошибочное мнение, это заблуждение. Потому что если сделать здесь поворотик в оформлении, я про рубашечный рукав, когда рассказывала вам, я там показывала его, и обращала ваше внимание, и в книжках есть вот эта история про рубашечный рукав. То есть я не делаю не прямо плечо, немножко всегда спускаю. И тогда вот здесь вот нет никакого лишнего вот этого объема, которого все опасаются, что у них будут очень широкие плечи. Хотя не факт, что широкие плечи – это плохо. Если у вас хороший рост при этом и широкие плечи, то это только на руку вам будет работать, вы будете выше, стройнее, тем более мода 80-х сегодня рулит, она по всей планете, там были, знаете, какие огромные плечи, сейчас, конечно, не огромные, но тоже снова в моду подплечники вошли, и они делают вашу фигурку, конечно же, стройнее. Когда вы не какой-то бесформенный, там, совальный плечевой пояс, пока ты делаете, подставляете плечевую накладочку, выравниваете его, делаете его вот таким вот спрямленным чуть-чуть и слегка, то вы себя многократно улучшаете. Но при этом надо не забывать, что нужно, чтобы вам хватало росту. Потому что вот, например, моя фигурка, я широкоплечья достаточно для своего маленького роста, и мне не хватает часто вот этой длины платьица. И, конечно, смотрится смешно, когда широкие плечи, а здесь длина уже закончилась, получается не вытянутый прямоугольник, а получается квадрат. Так вот, вернемся к нашему плечику. То есть вы можете и сюда выбрать, да? Часто любят полненькие, особенно женщины, эту точку выбирать вот здесь. То есть они говорят, «Ой, что вы, что вы, у меня будет, понимаете ли, очень громоздкая фигура». И для вточного рукава, мои золотые, вы выбираете себе маленькое коротенькое плечико, меньше 13 сантиметров. Обычно от этой точки до этой, это 13, запомните эту цифру, и крутитесь около нее. Тогда вы не допустите ошибку. Если вы будете делать себе здесь 10 сантиметров, а размер у вас по груди, скажем, 56-й, 2-й даже, или 50-й, посмотрите, что произойдет. Вы грудь себе еще больше вот таким акцентом, во-первых, увеличите. Понимаете? То есть и вы, бедра-то, как правило, тоже достаточно широкими у нас бывают, когда у нас нормальный размер, да, не худенькие, тоненькие, стройные мы, а когда мы обычные люди. И когда вы обужаете себе плечевой пояс, делаете его уже, чем по пропорциям это нужно у стандартной фигурки, ведь мы же смотрим при этом на линию бедер, бедра при этом будут только шире казаться, потому что вы их проявите, обужая плечевой пояс, выбирая себе мерочку меньше 13-ти плеча, а выбирая мерочку себе 10 сантиметров, даже 11 сантиметров, вы моментально делаете свои бедра шире. Если вам это нужно, пожалуйста, поступайте таким образом. Если нет, имейте в виду то, что я вам сказала ранее. Это один довод в пользу того, что плечика нужно выбирать разумно и стараться его делать плюс-минус 13 сантиметров, плюс-минус 1. Или 0,5. Дальше, что второй повод. Когда вы немножко укорачиваете вот это свое плечо, грудь остается все равно на своем месте, линия проймы начинает выглядеть вот так, вот так начинает выглядеть линия проймы, а дальше, посмотрите, если взгляд по ней пустить, то этот взгляд уходит куда? Он уходит вот сюда. И ваша талия будет казаться... А здесь уже талия. Талия увеличивается в ширину. Понимаете? Включаются оптические иллюзии. Вот ведь в чем еще какая интересная у нас история. А если вы оставляете свое плечико вот здесь, чуть-чуть даже его расширяете, да, немножко, может быть, чем вам бы хотелось, потому что очень часто здесь вот такой овал идет, и вам трудно выбрать эту конечную точку плечевого шва, потому что ручка бывает полная, потому что здесь вот такая мягкая горка, нет никаких косточек, на которые можно было бы опереться. И когда вы выбираете вот эту точку, посмотрите, как красиво получается. Вот это у вас идет линия проймы, потому что она обязательно пройдет через верхний уголочек подмышечной впадины. Вот здесь у вас будет измерена мерочка шага 1, да, над грудью, между этими уголочками. И дальше оптические иллюзии у вас идут вот таким вот образом, как продолжение, да, и сразу ваша талия становится уже. Вот вам и важность вот этих самых пропорций, о которых мне хотелось бы сегодня поговорить. Значит, правильное оформление проймы 1 и правильный выбор мерочки ширины плеча никогда не старайтесь эту мерочку, пожалуйста, сделать меньше. Даже если вы переборщили, это не страшно, потому что у нас всегда есть примерка. И ткани, они всегда имеют, вот сегодняшние особенно ткани, они всегда чаще всего растягиваются. И возможно, что у вас вот эта вот упадет точка сюда куда-то, да. И я никогда рукавчики на примерку не вметываю. Я никогда не просчитываю по окату рукава вот эту посадку, только потому, что я должна откорректировать вот эту линию проймы. Я одену на примерочку свое изделие, встану перед зеркалом, все поправлю и увижу, найду вот эту точку относительно талии, относительно ширины бедер, правильно ее найду, да, и уточню вот эту линию именно так, как мне нужно. Поставлю белую ниточку, мел сначала, потом белую ниточку, а потом на осноровочке срежу все лишнее. И только когда уже у меня будут прошиты все вот эти вот швы каркасные, я буду вметывать сюда рукавчик. А когда я убираю лишнее, длина проймы, как правило, увеличивается, и по пути я отвечаю на вопрос, который очень часто все задают. Почему я не просчитываю посадку? А кто начинает просчитывать посадку, они говорят, как у вас ее много? Да, много, зато рукавчик комфортный. Нормальный, не жмет, не тянет, и все хорошо. Я предпочитаю научиться вметывать эти рукава в пройму. Читайте в первой книжке страничка 255, которая сейчас называется «Большие и маленькие секреты». Чем делать обуженные плечи, кургузы, жесткие и неудобные рукава, содержащие какие-то заломы. Итак, мои хорошие, наше время в очередной раз подошло к концу. До новых встреч, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!